Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Сегодняшний воскресный день в богослужебном круге Православной Церкви именуется как Прощенное Воскресение. И в этот день вспоминается, еще приводится нам на память изгнания Адамова из рая. На вечернем богослужении слышали песнопения, чтения были, стихиры об этом. Как плакал, говорит Адам, сидя невдалеке от рая. То есть, видя чего, лишился. И ради чего? Ради маленького удовольствия, вкушения, лишился стольких благ. Как сегодня мы слышали из апостольского чтения, из евангельского чтения, что не нужно прилагать все только для вожделения своей похоти. Но нужно больше заботиться о том, и для того, для чего мы и живем. Цель нашей жизни – это для достижения Царства Небесного. Сегодня нам евангелист Матфей привел на память слова Господа, который сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Собирайте сокровище себе там, где ни воры не подкапывают, ни ржавчина не съедает, ни моль не портит. Туда собирайте себе сокровище». Святитель Иоанн Златоустый в одной из своих бесед говорит, потому, говорит, вокруг нас язычники не обращаются и не принимают веру нашу христианскую, потому что они не верят, говорит, нам. Они более смотрят на нашу жизнь и говорят, что эти христиане – обманщики. говорят, что они, говорит, здесь временно живут на земле, а вечно на небе. А мы-то, говорит, видим наоборот, что они здесь, на земле, строят себе, говорит, дома, здания для вечности, сокровища собирают для вечности здесь, на земле, а о небе, говорит, и не заботятся вовсе. А нужно так, говорит в одной из бесед также святитель, «Ты собери духовное сокровище здесь, передай его детям своим, а чтобы они передали своим детям это сокровище. Тебя не будет здесь, а твое сокровище, говорит, будет давать прирост». То есть духовное, если ты хорошо воспитаешь своих детей, научишь их страху Божию, они передадут это своим детям, а не своим. То твое, говорит, это сокровище, оно будет только умножаться там, в вечных твоих обителях. Сегодняшнее богослужение немного необычное у нас. Сразу же после литургии, сегодня у нас по некоторым обстоятельствам литургии не было, была обедница. Сразу начинается вечерняя. Это у нас так, потому что тоже наши, такие, скажем, уже обстоятельства наши, чтобы могли пойти вы в другие храмы, там попросить прощения, значит, пообщаться. И я вечером уезжаю, поэтому мы сразу после утреннего богослужения совершаем чин прощения вечерне, и после вечерней будет чин прощения, в котором мы и спрашиваем друг у друга прощения. И это, говорит, чтобы было не только на словах, там, кивком головы и поклоном, но это, чтобы исходило из сердца. И тогда, говорит, исполнится то, что, как Господь сказал, если вы прощаете, то и вам простится. А если вы не прощаете, то вам и не простится. А не так. Я, говорит, прощаю тебе, но никогда не забуду, говорит, до смерти, то, что ты мне сделала. Какое же это прощение? Я прощаю, но не забуду. Всегда буду помнить. А ты прости и забудь. Как будто бы этого не было. Открой новую страницу. Переверни листок. И чистая, чтобы была страничка. Ничего там не было. И нужно на ней писать уже другую. Другую страницу будет в твоей жизни. Вот сейчас начинаем вечернюю. Благословен Бог наш, всегда, ныне пристный, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Сырье небесное. Утешителю души истинной, живи с детства и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди вселесиное, очисти на отцах и скверно. Спаси блаже души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилу нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилу нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилу нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пристный, и во веки веков. Аминь.